Берлинские выборы В 2017 году избиратели отстранят от власти. Кто придет ей на смену, крайне левые или крайне правые? И какую роль в этой немецкой игре сыграет русская карта? Все цвета немецкой радуги различает Константин Гальденцвайк. На севере Баварии в монастыре Банц последние монахи перевелись в 19 веке. Теперь в намоленных стенах вместо священнослужителей – слуги народа. Народ требует предотвратить очередной наплыв беженцев. И депутаты ХСС до сей поры, бессменно правившие в консервативной немецкой земле, состязаются в самых смелых запретах. Например, отдавать предпочтение при приеме мигрантов предлагают христианам, светском вроде бы государстве. Религия играет роль. В том смысле, что нам проще с людьми, которые могут и не быть верующими, но обязаны руководствоваться в жизни христианскими ценностями. На них основаны наше общество, правовая система и экономика. Еще вчера их соратницу Ангелу Меркель такие откровения сегодня повергают в недоумение. Весь год, что беженцам с подачи канцлера давали шанс на новую жизнь, крупнейший партийный блок ХДС-ХСС, один из столпов прежней Германии, давал трещины. Мы оказались в положении, когда любой может решить, что пора ему перебраться в Германию. Власти в Берлине не ограничивают миграцию и не контролируют ее. Люди это пугает. Пора действовать. На грядущий съезд ХСС, приносившего здесь действующей власти, свыше половины голосов демонстративно и впервые не позвали Меркель. На предыдущую встречу, словно ей назло, пригласили едва ли не главного националиста Европы, лидера в Венгрии Виктора Орбана. А премьер Баварии Зейхофер вразрез с официальным курсом Берлина и в разгар конфликта с Кремлем летал в Москву, к Путину. Его однопартийцы и сегодня разъясняют избирателям, отчего. Аннексия Крыма — это неплохо. Простите, но у нас свои экономические интересы. В Баварии крупное сельское хозяйство. Наши фермеры разоряются не в последнюю очередь из-за этих абсурдных санкций, которые еще никогда не помогали решить проблему. Так Бавария для мигрантов из южных краев, ставшая проходными воротами, всеми средствами давит на канцлера в ожидании резких шагов. Например, введение квоты на беженцев. Не больше 200 тысяч в год. В Берлине полагают, что шлагбаумы на границе — не метод. Споры чуть не превратились в ссору на этой неделе. За год до выборов федеральных и на утро после провала партии Меркель на берлинских выборах. За христианских демократов, претендующих на звание общенародной силы, отдали голоса всего 18% жителей города. Абсолютный антирекорд. Мы вовсе не стали чемпионами по интеграции. Мы ждали слишком долго, пока наплыв беженцев не слонет сам. Теперь нам всем придется прыгнуть выше главы. И меня это тоже касается. Я слишком положилась на дублинское соглашение по распределению беженцев. И, скажем честно, это лишь усугубило наши проблемы. Это нехорошо. Если бы я могла, то отмотала бы время на годы назад, чтобы вместе с правительством подготовиться к ситуации, которая летом минувшего года нас во многом застала врасплох. Это исторический день. Впервые вместо коронного мы справимся. Меркель вынуждена подбирать слова для извинений. Но баварцам и их мало. Признание канцлера примечательное. И мы их во многом приветствуем. Во многом, а не во всем. Потому что, к примеру, вводить годовые ограничения на прием беженцев, как мы этого требуем, канцлер по-прежнему не думает. Нам нужен разворот в миграционном курсе. И только он приблизит нас к согласию. Перед телекамерами Зейхофер заверяет, что делает все возможное, чтобы примириться с меркелевским ХДС. Однако в кулуарах члены ХСС грозят не просто отказаться от поддержки канцлера, но и выставить свою кандидатуру на ключевой в стране пост. Нервозность объяснима. И тех, и других по правому курсу уже нагоняют новая сила. Популистская альтернатива для Германии. Сам факт появления альтернативы для Германии – это симптом. Традиционные партии в попытках разрешить проблемы страны появили полную несостоятельность. Они некомпетентны и не способны выполнить эту работу. Чем менее убедительно выступают христианские демократы и социал-демократы, тем больше они помогают нам. В феврале в руководстве все еще верного Меркель, баварского ХСС, хладнокровие не теряли, а правых конкурентов из альтернативы для Германии дразнили привидением, которое исчезнет. Едва исчезнет проблема с беженцами. Беженцы и в самом деле начали исчезать. По итогам этого года в Германию их прибудет втрое меньше, чем в году прошлом. Но вот антимигрантская партия никуда не делается наоборот. По итогам берлинских выборов она набрала 14% голосов. Цифра, сопоставимая с правящей партией ХДС. По иронии судьбы, активнее всего за борцов с мигрантами голосовали здесь, в берлинской окраине Марцан, где проживают мигранты вчерашние, родом из СССР. Нарданчик вот на похмелочку. Огурчики сами делаем. Трудно сказать, они далеки от высокой политики. Или она от них? Она все просралась у Германии. Меркель. Ну а кто, я что ли? Как бы то ни было, у львиной доли из 4 миллионов русскоязычных переселенцев досели голосовавших исправно за христианских демократов, которые впустили их в страну. На смену благодарности пришла озлобленность. Каким мигрантам уйдут теперь пособия по безработице, льготы и доступное жилье? Мало того, что поменяли марки на... Эти, как их... На евро. На евро, да. Теперь еще приехало много... Даже не знаю, как сказать. Даже те беженцы, что мы приехали, и то не могут себя найти здесь. В том смысле тяжело. А при наплыве такого количества беженцев, это будет архитяжело. Альтернатива для Германии такой электорат окучивала, как могла. Даже агитматериалы на русском печатали. Их победы обернулась потерями не только для христианских, но и для социал-демократов. Предлагались простые ответы. Если плохо с доходами, мы улучшим доходы. Если проблемы с образованием, завтра образование уже станет лучше. Это своего рода психологическая ловушка, популистская ловушка. И в эту ловушку, к сожалению, попались многие выходцы из бывшего Советского Союза. В итоге кандидату от СДПГ Дмитрию Стратеевскому голосов в своем округе не хватило. Теперь его надежды схожи с расчетом другой проигравшей. Через год уповают в ведомстве канцлера. Миграционный кризис все же начнет сходить на нет. Риснет ли она вопреки давлению чужих и своих? Выдвигаться на новый канцлерский срок остается главной интригой. Константин Галинсваг, Кирилл Бутырин, RTVI из Германии.